Многие любители вингфойла слышали, что крылья бывают высокоаспектные. Они отличаются тем, что размах крыла такой же, а ширина очень небольшая. То есть они узкие и больше похожи на стабилизатор. Площадь такого крыла меньше, а скорость, на котором оно движется и выходит на крыло выше. И, в общем-то, ради вот этой скорости все тут и строится. Зачем нужна скорость и низкое сопротивление? Как раз для того, чтобы ездить по волне не просто вниз по волне, но и маневрировать на нее, заезжать, съезжать и всяко-разно перемещаться. И тут нужны большие хода, и, как вариант, крыло с высоким удлинением позволяет это делать. Но для того, чтобы оно было поворотливое, у него очень короткий фюзеляж. И вот этот короткий фюзеляж проявляется при старте. Ну, как мне кажется, конечно, и площадь кола влияет, но пампить, как на обычном крыле, уже не получится. Если вы сильно задираете нос доски вверх, то крыло срывается. У него рабочие углы все-таки небольшие. И вот, учитывая вот эту небольшую ширину крыла и короткий фюзеляж, при старте есть некоторые сложности. То есть, старт не такой привычный, как на обычном для вас крыле большого размера, когда вы пампите и помогаете себе вингом. А больше происходит за счет разгона доски. И вы должны работать просто вингом. А крыло плавно разгонится и выйдет, оторываясь от воды. Вот, например, здесь оно выходит, и вы продолжаете дальше. Уже как только доска оторвалась, особенностей никаких нет. Конечно, короткий фюзеляж проявляет себя, но к этому можно привыкнуть. Главное – поддерживать скорость. Поэтому, когда вы будете пытаться пробовать новое для себя высокоаспектное крыло, в моем случае это 925-е от Армстронга, старайтесь держать доску поровнее и больше работайте вингом. Как только доска разгонится, вы направляете нос доски чуть выше, и доска отрывается и плавно набирает ход, выходя на крыло, и дальше уже все просто. Конечно, кататься на таком крыле тоже требует особенностей. Ну, скажем так, надо делать все немножко помягче, чтобы углы наклона носа доски были поменьше, поскольку фюзеляж короткий, и об этом забывать, конечно же, не стоит. Но все значительно проще. Все поддерживается за счет большей скорости. Легче делать повороты, доска лучше прокатывается, и вот эта скорость – то, ради чего весь вот этот геморрой. На волне это проявляется тем, что вы можете не только ехать перед волной, но можете и догнать волну, и всяко-разно маневрировать. И по сравнению с моим привычным 1400, вот 925-е, конечно же, более маневренное, и открывает новые возможности для перемещения по волне. Поэтому пробуйте, я думаю, что тут главное вот для меня оказалось, что нужно больше тяги, поэтому размер доски не так важен. И если вы берете винт побольше, а доску поменьше, то все равно вам особо пампить доской не приходится, то можно спокойно кататься. Вот у меня 40-литровая доска, ну, может быть, там взять 60 литров. В данном случае здесь доска 75 литров, но не могу сказать, что какие-то преимущества именно при выходе, потому что когда ветер сильный, винт вас уже поддерживает, и вы, в принципе, можете стоять даже на маленькой доске, если ветер дует достаточно. Так что пробуйте, мне понравилось. Продолжение следует...